Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Наконец-то дождались первых красных томатов. Вот они. Сейчас я перечислю все сорта и гибриды, которые растут в теплице. А когда они начнут поспевать, расскажу о них подробнее. Сейчас повторюсь, только перечислю. Итак, толстый монах. Азов. Банан желтый. Гигант лимонный. Шоколадное чудо. Дебарао. Медовые пальчики. Царский любимец. Загадочный странник. Увертюра. Овертюра. Спрут. Мандаринка. Король королей. Индиго роз. Соседка. Соседка, это, конечно, не название сорта. Соседка угостила. Название не знает, потому что ее угостила другая соседка. И отдельно два томата. По описанию должны быть детерминатными. Я их сажала для получения супер раннего урожая. Но они по дороге на дачу сломались. И к тому же оказались совсем не низкорослыми. Все карты мне спутали. Я-то думала, вот получу по-быстрому от них ранние томаты. И уберу их из теплицы. А они вон какие вымахали. Итак. Это томаты розы ветров и любаша. Собственно, несмотря на то, что у этих томатов была отломлена часть стебля, все равно они созрели раньше других. Итак. Сегодня 26 июня. Томаты розы ветров и любаша. А среди основных томатов самым ранним в этом году оказался де-барао. А за ним вот тоже начинает созревать банан желтый. Что интересно. В прошлом, в 2018 году, первые томаты созрели 3 июля. Это были сорта де-барао, гигант лимонный и толстый монах. Сроки посадок 2018 и 2019 года одни и те же. В этом году почти на 10 дней томаты созрели раньше. Жара. В 2017 году первые томаты созрели 13 июля. Это король королей и де-барао созрел 16 июля. Де-барао оказался вторым. Сроки посадок те же. Томаты король королей это крупноплодные томаты. Спрашивается, почему, как так получилось. Спутать я их ни с кем не могла. Давайте еще раз посмотрим на сегодняшний король королей. Нет, не видно, чтобы собирались покраснеть. Но не буду вас больше утомлять. Итак, де-барао созревает, как правило, первым. У меня созревает первым. Возможно, у вас какой-то другой томат лидирует. А вообще к чему все это я? Пытаюсь найти томаты самые ранние, самые вкусные, самые красивые, самые урожайные. Чтобы завязывались без проблем и чтобы не болели. В список обратили внимание не вошла характеристика самые крупные томаты. Размер томата для меня не имеет значения. Конечно, крупные томаты это, как правило, красивые, но не всегда вкусные, кстати. И это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. А какие интересно у вас самые ранние томаты?